здравствуйте дорогие товарищи как я рад вас видеть надеюсь что вы тоже рады видеть меня не слышать я вас благодарю за все за материальную поддержку каналу за то что вы смотрите это все даже пишите комментарии рассуждаете там мне очень это интересно честно честное слово интересно я все читаю абсолютно не на все комментарии успеваю отвечать отвечать ну просто нет времени иногда и уж извините что могу то пишу вот и напоминаю существование плейлистов потому что очень много пластинок уже показано про них что-то там чуть-чуть рассказано поэтому если хотите увидеть какой-то альбом моих руках посмотрите в плейлисты может быть он там уже есть ну а я что я я сижу на даче вспоминаю молодость трясу стариной хотя до старины мне еще вы как далеко на самом деле все все вертится все происходит все движется ну вот когда я учился в школе а именно это был это были класс 9 10 наверное это был советский союз я напоминаю вам очень много любителей советского союза кстати в комментариях я вижу что меня просто невероятно удивляет ну ну да ладно это отдельная история так вот я с ума сходила по этой пластинке по этому альбому вторая пластинка группы queen 1974 год queen 2 просто называется да и надо сказать что до сих пор на мой взгляд вот для меня лично я не буду говорить это лучший альбом не лучшим для меня лично это лучший альбом queen вот то есть он мне нравится больше всего из всего что эта группа замечательная записала группа действительно замечательная тут спору нет ну мало того что они всю свою историю просуществовали в неизменном составе что довольно редко бывает честно говоря но по разным причинам но тем не менее все таки монолитный коллектив все срослись уже друг с другом все друг друга считали просчитали прочитали подружились поссорились опять подружились и очень здорово и музыка у них абсолютно цельная ну потому что одни и те же люди их немного собственно четверо да и очень цельное звучание узнаваемые ни с чем не спутаешь и это даже не о голосе фредди меркурия говорю потому что и брайан мэй поет вовсю здесь вообще все поют здесь и диком поет и тейлор тейлор вообще там напел очень много чего и очень хорошо кстати и сольники тейлора мне очень интересный них правда нет дома но и все слышал они очень кайфовый он мощнейший музыкант роджер тейлор собственно вернемся к этому альбома да он действительно нравится больше всего потому что дальше группа чем дальше тем больше стала становиться при всей своей оригинальности похожий на всех остальных нам такой крепкий крутой мощнейший mainstream и как говорится это большая поп-музыка есть такая поп-музыка поп-музыка просто поп-музыка а есть большая поп-музыка типа там genesis позднего типа queen тех же то есть это большая такая вот интересная типа элтона джона очень хорошая музыка но в принципе уже такой вот общий поток общий поток на радио и на радио кстати этот альбом практически не звучит я свое время работал в петербурге на радио rocks и очень смеялся когда оставил у меня там была определенная свобода действий и оставил песни с этого альбома и люди которые работали уже на радио rocks и считали себя знатоками рок-музыки слушай ой а что это это queen а какой-то а как а я не слышал то есть ну да а я уже не говорю про рядового слушателя который привык там к радио гага веалда чемпионс и и и все вот эти вот радийные хиты и думать что группа queen это вот это вот и есть группа queen она очень разная и тут просто не знаю как повернулась чтоб что повернулась в головах в артистов наши после первого альбома который ну такой настоящий рок-н-ролльный альбом кайфовые кайфовый рок-н-ролл ну в широком смысле этого слова да вдруг появляется пластинка которая может войти в список там лучших записей так называемого прогрессивного рока ну просто совсем совсем что настолько неожиданно настолько необычно и надо сказать больше к этой истории группа не возвращалась никогда продолжать стать стали писать просто песни такие просто песни которые идут на радио снимаются клипы и все а здесь ну какое радио хотя тут пара песен конечно звучало и на концертах играли кое-что seven since seven since right например концертная версия блестящие до последних лет вообще они исполняли эту песню но это настолько сложно настолько неожиданно настолько непривычно и говорит о потрясающим конечно уровне этих музыкантов такое количество мелодий такое количество интересных приемов такое разнообразие бешеное которого нет ни в одном альбоме queen больше здесь просто не то что колейдоскоп а взрыв хлопушки с конфетти когда взрывается хлопушка и вот это вот огромное облако конфетти по всей комнате разлетается и это все мелодии гармонии звуки приемчики юмор и гротеск и и трагедия и сказка и реальность это все в этом альбоме вот музыки группы queen здесь на втором альбоме записано альбом всего за месяц что удивительно потому что ну здесь столько наиграно тут я не знаю одну одни гитарные партии здесь надо месяц писать по-хорошему такое количество всего такое количество голосов такие хоры прописаны здесь прямо с самого начала там фарда тусан когда начинаешь луз первую вещь просто завораживает голосовые эти истории хоры которые снизу выплывают так это прописано и так много всего и так интересно и невероятная пышность при этом кажется что ничего лишнего а из музыкантов просто прет 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 вот одну мелодию пропели давай еще давать другую теперь уже не интересно повторять не будем давать другую давай другой ритм другой звук и все просто вот навал вот этого всего идет но при этом не 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 чрезмерно это все это как какие-то открываются двери такие где сплошной праздник сплошной невероятный карнавал люди в разных масках до чудовища там красавцы принцессы короли нищие все это вместе вот так вот кружится и так так невероятно такая картина вырисовывается ну фарда тусан я уже скажу до 1 страна белая страна черная да нет здесь страны один стороны 2 когда я был маленький я думал что это такая битва черные белые королевы здесь занимается на самом деле никакой концепции здесь нет а mercury сказал свое время что просто мы так одевались в черное в белое в ту пору поэтому так и назвали черное и белое хотя тут мальчик the black queen хотел сказать моя любимая песня на второй стороне до мальчик the black queen потому что она по количеству изменений по количеству разных мелодий разных гармоний разных вокальных приемов разных музыкальных приемов она наверное самая яркая из всего что записано на этом альбоме хотел это сказать но потом вспомнил про другие песни и понял что он невозможно выбрать здесь лучшую невозможно они все такие яркие такие неожиданные и такие не попсовые вот что интересно не попсовые это настоящий фантазийный рок такой здесь вам и led zeppelin здесь вам и the who на который кстати брайан мэй ориентировался в гитарных делах ему очень нравилась музыка the who в тот период времени уже не не начальных the who там my generation до периода уже таких вот концептуальных альбомов ну все здесь и тнсс которые ну да они много чего напридумывали но queen это просто то что делали тнсс и как-то так локально queen пустили это в мир широкими мазками такими замечательными просто ну потрясающе ogre battle ogre battle ogre что такое ogre да это лесные чудовища людоеды в северных лесах в северной европе хотя говорят не только в северной а и во всем мире они существуют эти ogre я кстати уверен что они на самом деле существуют нашу меня дача на севере ну условно условном севере находится и здесь леса такие что тут не только ogre можно встретить а еще и покруче кого ogre battle да да кстати говоря роб хелфорд очень любил этот альбом считал его одним из лучших альбомов тяжелого рока а это тяжелый рок в полном смысле этого слова и второй альбом группы jesus priest саду инксу в destiny его можно сравнить кстати говоря вот с этой пластинкой по и по оперности своей такой псевдо оперности и по фантазии и по диалоговости пение потому что здесь и диалоги и монологи и все пропето да никакого речитатива нет но так так все живописно так вот представляется опера сразу и в этом смысле на этот опера мне нравится гораздо меньше чем эта пластинка она она разнесена она такая на самом деле рыхлая она не не цельная очень красивые песни да все но это просто набор красивых песен а это просто какой-то бриллиант сверкающих у меня старая вкладочка это оригинал близкий блестящая бочки сразу узнается вот этот английский print родной фуфу фуфу mau ch freshmen конечно да это шедевр-шедевр-шедевр шедевр шедевров огребает шедевр тяжелого рока покруче чем за пилин на самом деле поярче и поинтереснее и по И какой-то мультипликационный Тяжелый рок В хорошем смысле этого слова Что я могу сказать My Farry Fearless Master's Rock Nevermore Единственная песня Здесь, конечно Которая похожа на то Что будет дальше Делать группа Квин и Фредди Меркури Вот эти вот балладки Красивая баллада очень Да, ну она такая Ну просто песня Просто песня Неожиданно здесь вот просто песня Seven C's Rye Это гимнообразный тяжеленный рок Который, как я уже говорил Не на всех концертах, наверное Но на большинстве концертов Исполнялся Loser in the End Многим не нравится эта песня Последняя на первой стороне Точнее на стороне White Поет ее Тейлор Написал ее Тейлор И что свойственно песне Что свойственно музыке Тейлора В рамках Queen Это самые тяжелые номера Самые Даже не то, что тяжелые А жесткие По звуку По подаче По последовательности аккордов Достаточно все Как-то просто Понятно И такой Какой-то железный Железное чудовище Какой-то робот Такой Прет И поет, конечно, Тейлор Высоким голосом своим Удивительным Просто жестким Резким Sunday One Day Брайан Мэй White Queen Драматическая история Драматургия Брайана Мэя Просто На разрыв души И Меркури поет Вместе с ним Здесь Просто Я не знаю Для юного сердца Моего В десятом классе Когда я начинал Процессион Сначала идет Инструментальщик Который Подготавливает Слушателя К тому Что будет дальше 158 гитар Там наложено Брайана Мэя Ну, конечно, это я утрирую Да, не 158 Но я думаю, что Всего 140 Или 135 Даже, может быть, по мелочи Ну, там вот такое Как они за месяц умудрились Все это записать Хотя Популярной группы не была После выхода первого альбома Определенный круг слушателей был На концерты ходили люди Но такого взрыва Не было Но Компания Рекорд-компания Которая занималась этим Делом Увидела потенциал В группе Queen И выдала им бюджет На запись второго альбома И они спокойно В общем, имея деньги Уже Записали эту пластинку И Менеджеры оказались Правы Потому что Дальше все покатило С этого альбома не покатило Его критики разнесли В пух и прах В то время А сейчас он считается Уже просто Золотым наследием Британского рока А тогда Говорили Ой, нет Это какое-то вообще Что-то такое непонятное Только третий альбом Выстрелил уже Но там уже были песни Там были такие песни 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 А здесь надо все-таки Иметь уши Иметь Интерес И быть любопытным К музыке Чтобы Разобраться в этой штуке Хотя разбираться здесь нечего Это просто неземной красоты Пластинка Я ее очень люблю И всем очень советую Толком ничего про нее не рассказал Потому что Она настолько великолепна Что лучше просто ее послушать И Внимать ей Это полный кайф Вот я пойду пить И все Субтитры сделал DimaTorzok